Итак, сегодня мы будем изучать следующую главу, которая называется «Ваешеф». И поселился. И поселился Яков в месте, где жил его отец, в стране к нам. И о чем же говорит наша глава? Я хочу только напомнить то, что пережил Яков, и в каком возрасте он сейчас возвращается к своему отцу. Но вы помните, что когда ему было 63 года, он, плача, выполняя приказ матери, идет к своему отцу, 123-летнему Ицкаку, и получает благословение вместо Эсава. И за это возненавидел его Ицкаку, и поклялся в сердце своем его убить, и это открылось бы руаха кодыш. Ангел открыл это Ривке, матери двух близнецов, и она обращается к Ицкаку и говорит, что если Яков возьмет себе жену из дочерей Кнана, то зачем мы вообще породили потомство? И Ицкак повелевает Якову, своему благословенному сыну, чтобы он отправлялся на родину его матери Ривки, к ее брату Лавану, и взял себе там жену. И вот отправляется Яков к Лавану, и работает 7 лет за свою суженую, за любимую свою Рахель, и в конце 7 лет Лаван подменяет ему жену и дает вместо Рахель Лею, а когда открывается обман, оправдывается, Лаван говорит, так не принято, что младшую выдавать раньше старшей, поэтому я отдам тебе и младшую, когда кончится 7 дней радости по поводу свадьбы старшей. Но за это ты будешь работать на меня еще 7 лет. Получается, что за Рахель Яков работал 14 лет, и вот он женат на Лея и Рахель. И через какое-то время он собирается уходить, к тому времени у него уже родились 11 сыновей и дочка Дина, но задерживает его Лаван и говорит, я проверял по своим идолам, и все благословение я получил из-за тебя, поэтому оставайся и скажи, какая твоя плата. И говорит Яков, что он готов работать на Лавана за скот, за часть от скота, который будет у него рождаться. И за 6 лет работы, благодаря особенной помощи Творца, потому что Лаван меняет 10 раз по 10 раз то, что они договорились, и получает огромное богатство Яков. И вот он вызывает своих жен, Рахелю Лею, в поле, и открывает им, что Творец сказал ему, что наступило время возвращаться. А в это время Лаван, его тесть, идет стричь овец, и вот при всех прилюдно отправляется Яков со своими женами, с четырьмя женами, две сестры, Билька и Зильпа, это тоже дочери Лавана, но только одноложницы, и перед тем, как жениться на них, Яков дает им освобождение, потому что до этого их статус был как наложниц, и вот с четырьмя женами, с 11 сыновьями и дочкой Диной, с огромными стадами мелкого и крупного скота, он отправляется в землю Кнанскую. И когда стало известно это Лавану, он гонится за ним, чтобы его убить. Так написано в Пасхальной Агаде, Лаван Арами, Алаван Овет Ави, то есть убийца моего отца. Народом мира засчитывается их замысел как действие. Но открывается ему творец ночью и говорит, не говори с Яковом ни хорошего, ни плохого. И когда на седьмой день догоняет Лаван Якова, он выдвигает ему все претензии, что мало того, что он как будто взял в плен его дочерей, он еще не дал ему попрощаться со своими внуками. Если бы он сказал ему, он бы провожал его с духовым оркестром, так говорит Лаван. И после того, как творец спасает его от смерти от рук Лавана, и они заключают договор, отправляется Яков в землю Кнанскую и посылает посланников, Раша впрямую говорит, ангелов, потому что на иврите Малах – это и посланник, это и ангел. И возвращаются ангелы и говорят, что его брат, которому они были посланы, тоже идет навстречу к нему. Это Исаф. Прошло больше 20 лет, но такая же ненависть в сердце Исафа. И он отобрал 400 головорезов, и вот они идут навстречу Якову, чтобы убить его. И как он готовится к встрече с Исафом? Молится, посылает подарки, а в конце концов последний шанс – это война. И как творец делает для него особенное чудо? Мы говорили о том, как нападает на него ночью ангел-защитник Исафа, это Сатан, и находит цельным Якова и повреждает ему только бедренную жилу. И вот после всех этих событий, когда Исаф, казалось бы, видя почет, который дает ему Яков, и те подарки, которые он ему дает, он принимает брата и соглашается, что благословение ему дано по праву, дальше происходят страшные события. Насилуют его дочку Дину, его два сына, Шимон и Леви, они маленькие мальчики, убивают всех жителей Шхема. И вот после всех этих событий, наша глава говорит, и поселился Яков в месте проживания его отца, то есть захотел он уже посидеть в спокойствии. И давайте посчитаем, сколько же ему было лет. 63 года ему было, когда он получил благословение. 14 лет он по дороге к Лавану учится в Яшиве, Шема и Эвера, значит, это 63, 14, 77. Дальше, 20 лет у Лавана – это 97. 97 лет ему. И вот он возвращается, и вот он выдерживает испытания, побеждает ангела-защитника Эсава, побеждает ненависть Эсава, и на него обрушивается страшная трагедия с Диной, и война с кнанскими народами, которые пытались напасть на него после того, как его два сына убили все жители Шхема, и он побеждает их, и вот, наконец-то, 97 лет ему. Он хочет поселиться в месте проживания его отца. Я не сказал еще, что через полтора года в дороге рождается у него 12-й сын Биньямин, и вот, и умирает его любимая жена Рахель после всех этих трагедий и испытаний. Он хочет посидеть в спокойствии. Сказано в Медраше, недостаточно праведникам, что они получают будущий мир, мир платы. Они хотят еще в этом мире сидеть в спокойствии, и тогда набросилась на него трагедия с Йосефом. А сказано в нашей главе, что это родословное. Якова, Йосеф, ему было 17 лет. Любимый сын, которого он выделил. Почему? Объясняет Ункиус. Потому что он был сыном мудрости. И именно Йосефу передает Яков те тайны, которые он получил в Ешиве, Шеме и Эвера. Многие вещи происходят, и даже человек не знает, для чего это нужно. А то, что он учил в Ешиве, Шеме и Эвера, это было нужно, чтобы выдержать испытания в плену у Лавана. Ведь Лаван – обманщик, злодей, идолопоклонник. Как сохраниться? Как не поддастся его влиянию? И это он передает своему 17-летнему сыну, сыну мудрости. И он выделяет его, потому что он впитывает эту мудрость, потом окажется, благодаря этой учебе, сохранил верность Творцу и заветам отца Йосеф. Потому что в 17 лет он оказывается в том, что Тора называется Эрвата-Аренс, в бездне земли, в самом развратном месте земли. Об этом сказано у пророка, что плоть лошади на их плоть, семя ослиной их семя, когда евреи будут выходить из Египта и должны гибнуть первенцы, во многих семьях погибало по 10 первенцев. Как это может быть? Оказывается, что у матери было 10 разных отцов, у 10 разных ее сыновей. Такая развратная была страна Египет. Он выдерживает испытания благодаря этой учебе. Но вот отец выделяет его, и он дарит ему полосатую рубашку. И вот вопрос всех вопросов. Братья, святые главы 12-11 колен народа Израиля, как это может быть, чтобы они возненавидели своего брата в сердце своем? И об этом говорится в нашей главе, что он рассказывал дурное, передавал отцу дурное о братьях. И это в основном о сыновьях Лей. Почему же он это делал? Йосеф праведник. Он хотел, чтобы отец направил их на правильный путь, чтобы они не сбились. Но как они могли возненавидеть брата в своем сердце? Я видел в одном Медраше говорится, мы могли бы подумать, что раби Акива, или раби Шиманбар Юхай, или раби Мейр, величайшие Танаим, те имена, которые приводятся, их высказывания в Мишне, чтобы они кого-то могли ненавидеть, они могли кому-то ревновать. А мы говорим про братцев еврейского народа. То есть те, которые были фундаментом еврейского народа. Как же это могло произойти, что они возненавидели в сердце брата своего? И это очень глубокая вещь. И сказано, что Йосеф видит пророческие сны. Один сон про то, что 11 снопов, то есть 11 братьев, поклоняются ему сноп, его снопу. Другой сон, то, что 11 звезд, луна и звезды, поклоняются его звезде. Что видят в этом брате? А, это то, что было в доме Авраама, когда был отделен Ишмаэль, и выбран был Ицкак. В доме Ицкака отделен был от передачи знания, от передачи благословения. Исав и выделен Яков. Что же делает этот сын, которого отец так выделяет? Он хочет, чтобы все 11 братьев были отторгнуты, и чтобы от него произошло 12 колен, и чтобы он был родоначальником этого еврейского народа, обманывая отца, как Исав. Тогда это во имя небес, они не могут говорить с ним спокойно. А вот подтверждение, это то, о чем человек думает днем, так написано в Талмуде, в трактате Брахот, то он видит ночью. И они отрицают, что это пророческие сны. И отец побронил его, что ты говоришь? Солнце, это есть намек, что Яков, это как солнце. Но луна, это ведь его Рахель, он говорит, что ты говоришь? Ведь во втором твоем сне луна и солнце тебе поклоняются, а твоя мать Рахель умерла. И братья, он хотел, чтобы уменьшить эту ненависть братьев к Иосифу. Но это не помогло, и братья вообще прекратили говорить с ним. Это одно из величий братьев, сыновей Якова, что то, что у них в сердце, то и внешне. Как часто мы видим людей, которые нам улыбаются, говорят, а потом из-за спины делают нам всякие пакости. Это прямота, которая была у братьев, которые не могли, что было одно на сердце, а другое на языке. И вот, что же не думает? Нет. Он по закону Торы считается как родев. Еврей, который гонится за другим евреем, чтобы его убить, можно повредить один из его органов, чтобы не дать ему это сделать, а если нет, даже убить. Так написано в трактате Санедрин Вавилонского Талмуда. Родев, тот, кто гонится за другим, чтобы убить, он гонится за ними, чтобы отвергнуть их от передачи духовного наследия Авраама и Ицкака и Якова. Тогда ему полагается смерть. За что? За лошонара. Он говорил дурное про братьев. Он тоже ошибся. Он должен был бы сказать братьям. Он подозревал, что они едят животное без шкиты, без того, что кошерным образом его зарезаны. Да. Он подозревал их в том, что они говорят с кнанскими женщины, намек на разврат. Он подозревал их в том, что они как бы называют своих братьев от Бильки и Зильпы сыновьями служанок, рабами. За все это потом Йосеф будет расплачиваться в Египте. Но это было причиной лошонара. Разве за это можно убивать еврея? Не по земному суду, а по небесному. И тогда понятно, почему несколько раз меняется их приговор. Ведь сначала я приведу то, что написано, что отец посылает Йосефа к братьям. Откуда? Откуда он посылает их? Написано «Миэмек а Хеврон» из глубины Хеврона, из долины Хеврона, что это такое? Как это может быть? Ведь Хеврон находится на горе и объясняет наши мудрецы по сокровенному замыслу Всевышнего то, что он открыл тому, кто похоронен в Хевроне, Авраму. Ведь ему было сказано «Знай, узнай, что потомки твои будут пришельцами в земле чужой и превратят их в рабов, и будут их притеснять 400 лет». Как Яков, зная, что братья ненавидят его, может послать Йосефа к братьям. И Йосеф, что он отвечает отцу «Инэйни, вот я!» Оба почувствовали, что здесь есть божественное вмешательство. И вот он отправляется к братьям. И по дороге он встречает человека, сказано, что это ангел Габриэль, и спрашивает «Я ищу братьев, я ищу братской близости». Объясняет ему ангел, который выглядит как человек в поле. Они пошли в Дотейна, они судят тебя. Учти, они отошли от близостей, от братских чувств. И все-таки Йосеф идет. И вот, когда он приближается к ним, говорит один брат другому, кто это? Шимон, говорит Левий. «Вот этот сновидец идет, давай убьем его и бросим одну из ям, и скажем, что дикий зверь его растерзал. И тогда посмотрим, что будет с его с нами». Объясняет рамбан и комментаторы, вы говорите, мы его убьем, а вы еще увидите, как реализуется замысел творца, как реализуются его сны. И вот, вступается за Йосефа Рувен и говорит, что вы, как это возможно, запрещено, как вы хотите убить своего брата, не проливайте кровь. И тогда он ему дает совет. Бросьте его в одну из ям в пустыне, но руки свои не налагайте на него. И он имел в виду спасти Йосефа, чтобы потом пойти, достать его из ямы и вернуть отцу. И вот братья срывают с него рубашку. Йосеф, зная их ревность к нему, он полосатую рубашку надел внизу, а сверху простую рубашку. Но разорвали они одну рубашку, другую, и обнаженным бросают его в яму. Он кричит, братья, пожалейте меня, спасите меня. Почему? Потому что есть такой закон. Если в пустыне падает человек в яму, можно не смотреть, что там происходит, можно сообщать его жене, что она имеет право выйти замуж за другого. Почему? Так написано в Талмуде, в трактате Шаббат. Ва бор рейк энг бомай. А яма пустая, нет ни воды. И так понятно, если яма пустая, так там ничего нет. Зачем же сказано нет там воды, воды там нет, но змеи каракурды есть. Поэтому человек попадает туда, тут же понятно, что он из ямы не выйдет живой. Но когда туда попадает праведник Иосеф, каракурды и змеи попрятали свои норы. Но это страх. И вот после этого увидели они караван ишмаэлитов, который отправляется в Египет. И вот Иуда обращается к братьям и говорит, что нам пользы, чего мы достигнем, если мы убьем нашего брата и кровь его скроем. Давайте продадим его лучше ишмаэлитам и не будем причинять ему вреда своими руками. И все согласились. И вот дальше сказано это торговцы из Минья и из Медьяна. И вот вытащили Иосефа из ямы и продали его ишмаэлитам за 20 серебряных монет. И отвезли Иосефа в Египет. Здесь объясняется, что так как они выносили приговор как бы по закону неба. Есть несколько судов. Суд на земле и суд на небе. Так как это суд на небе, то может быть изменение приговора. Сначала хотели убить, потом бросить яму змеи Каракурды, потом продать в рабство. Раб как будто мертвый. И когда они это сделали, сказано, что они сели есть хлеб. Еще Иосеф в яме, он кричит братья, спасите меня. Но они его не слышат. И сказано, тоже Медраж говорит, за заслугу этого благословения на хлеб, получил благословение на пропитание весь мир. Но они только что сделали такое неправильное решение. Но они же как бы судили с точки зрения небес. Как же это пропитание для всего мира? И здесь открывается очень глубокая вещь, что все то, что было сделано, было сделано по глубокому замыслу Творца, чтобы реализовалось то, что было предсказано Аврааму. Так что у них не было выбора, был выбор. Но было маленькое горчичное зернышко ревности, зависти. И поэтому был такой вынесен приговор. И все годы до того, как открылся им Йосеф, это будет в следующих главах, и скажет они Йосеф, Йосеф, еще мой отец жив. Все эти годы они считали, что они вынесли справедливый приговор. Только чуть-чуть были жестоки со своим братом. И вдруг они видят, открывается перед ними пропасть. Это был ошибочный приговор. Это было из-за их зависти. И что же открывается? То, что написано в трактате Шаббат. Должен был бы наш братец Яков спуститься в Египет в кандалах, в железных цепях, в побоях. Сделал по особенным образом творец, что был продан Йосеф в Египет и только еще через 22 года он открывается, потому что первый год он работает в доме хозяина, который его купил Патифара. Дальше к нему пробуждается особенное чувство хозяйки, которая пытается его соблазнить в течение года. Он в конце концов вырывается в последний момент и оставляет в ее руках одежды и попадает он в тюрьму сначала на 10 лет, чтобы исправить все то, что он делал неправедное лошон нора по отношению к своим братьям, а потом еще 2 года, значит всего 13 лет, дальше 7 лет сытости, когда он собирает все зерно и наконец-то после первого года, 21, 21 год прошел, приходят братья в Египет и начинаются странные события с этим правителем Египта и на второй год они приводят туда братца Якова, который приходит как отец правителя Египта, царский почет получает Яков, но если мы посмотрим, что происходило в течение этих 22 лет с Яковом, когда братья кошерным образом зарезали козленка и окропили его кровью вот эту рубашку Юсефа и приходит Иуда и говорит посмотри Акерна узнай пожалуйста рубашка ли твоего сына это да это рубашка моего сына не нашего ли брата спрашивает Иуда а твоего сына дикий зверь порвал его и все эти годы подозревал Яков что это Яуда убил Юсефа так вот 22 года наш братец Яков находится в трауре сказано в Талмуде траур длится в течение года потом он забывается почему же у Якова он длился 22 года потому что о живом нельзя чтобы человек утешился о живом но пророческий дар Якова отошел от него и что же мы видим очень глубокая вещь то есть мы видим что это замысел творца был чтобы так начался начало изгнания Галута но зачем это вообще нужно было зачем чтобы мы спускались в Египет чтобы выходили из Египта лучше было бы чтобы всего этого не было ведь с чего это началось с того что Авраам Авину спрашивает у творца Бема и Да через что я буду знать что мои потомки вернутся сюда и унаследуют землю А Ядоты Да Знай и узнай отвечает ему творец через то что ты будешь знать что их рассеет знай что я их соберу за то что ты будешь видеть как их отдадут заклад знай что я их выкуплю то есть они отправятся в изгнание и вернутся изгнание страдания искупают но зачем вообще нам нужно было быть в рабстве в Египте и открывается очень глубокая вещь ведь все то что делали наши праатцы это знак на века на все поколения так то что отправился в изгнание Йосеф он готовит подготавливает чтобы Яков и его семья спустились в Египет и чтобы они сохранились он заставляет всех египтян сделать обрезание он переселяет одних в другие места все это для того чтобы евреи продолжали хранить верность заветам отцов и сказано так в святой книге Зор 17-летний мальчик Йосеф он выдержал испытания он не поддался соблазну разврату и этим он защитил весь еврейский народ на протяжении 210 лет мы находились в Египте красивый народ светлолицый народ среди обессинцев черных уродливых и не было ни одного случая разврата это за заслуги Йосеф который выдерживает это но что мы видим после того как все страдания приходят на Якова на еврейский народ в Египте после всех страданий изгнания выходит еврейский народ из Египта и на 50-й день получает Тору только тот кто был в рабстве он может оценить что такое свобода и сказали наши мудрецы нет у тебя свободного человека но только тот то занят Торой освобождение от всех рабств там у горы Синай мы родились как народ благодаря заслугам наших прадцев и благодаря заслуги нашего четвертого прадца Йосефа который как сердце собрал все и отдал все сохранил еврейский народ в Египте и когда мы выходим из Египта и мы несем ковчег мы несем кости Йосефа сказано море увидела и убежала тот кто убежал от разврата для него должно море раступиться за заслуги Йосефа за заслуги наших прадцев раступается море перед евреями и так мы видим как одно звено цепляется с другим звеном и как строится цепочка еврейского народа и за то что ошиблись десять на самом деле девять потому что Рювен ушел девять шифтейка колен святых творца и вынесли несправедливый приговор но они присоединили к себе шхену за это в истории во время злодейского царства Адриана было убито десять самых великих праведников и мудрецов раби Акиева раби Ишмаэль раби Хуцпит Абмиторгемян самые великие были найдены чтобы скупить этот грех братьев перед Йосефом и так мы видим что творец посылает испытания и даже мы можем думать всю нашу жизнь что мы его выдержали но творец взыскивает со своих праведников на толщину волос Йосеф десять лет должен сидеть в тюрьме в Египте из-за того что он совершал грех против десяти своих братьев говоря ложное говоря лошонара 17-летний мальчик из-за этого за все человек расплачивается но с наших великих праведников те кто построили фундамент еврейского народа творец взыскивает здесь но за их заслуги мы получаем самое главное мы получаем божественную тур если мы будем идти по ее пути никто никогда не сможет сделать нам зло но за их не сможет это не сможет Продолжение следует...